Десять этапов общей протяжённостью около трёх километров. Традиционная легкоатлетическая эстафета, посвящённая 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, прошла на площади Ленина сразу после торжественного возложения цветов у Вечного огня. Я считаю, что таким образом спортсмены отмечают великий праздник, который празднует весь советский народ. И в целом ребята таким образом спортсмены показывают свои результаты, командные результаты. Кто-то побеждает и занимает призовые места, кто-то побеждает себя, преодолевает себя и тоже считает себя сегодня победителем. И вновь в формат мероприятия вмешались коронавирусные ограничения. Традиционного парада участников не было, но на витающей воздухе праздничной атмосфере это никак не сказалось. Эстафету открыли команды школ города. В первой возрастной группе 13-15 лет Победу одержал лицей номер 15, во второй 16-18 лет школа номер 13. Сложно было собраться, как бы давит на тебя вся эта ответственность, боишься подвести команду, потерять палочку и тому подобное. Бежалось легко, погода подходящая, поэтому бежать было несложно. Честно, я не ожидал, думал, будет всё хуже, но команда у нас получилась довольно-таки сильная. Соперники тоже молодцы, хорошо боролись. Среди женских команд лучшими оказались участницы от РФЯЦ в НИЕВ. У мужчин лидерами стали представители воинской части 32-74. Анна Пилипец, Константин Островский, Александр Мальков, служба новостей Саров-24.